Уважаемые представители средств массовых информации, уважаемый Тигран Суренович, завершилось очередное заседание Евразийского межправительственного совета как глава председательствующей страны, хотели бы благодарить участникам заседания за конструктивную и продуктивную работу. Мы в общей сложности обсудили 15 вопросов, достигли их согласия по многим из них, подготовим фундамент для следующего заседания Высшего Евразийского экономического совета. Из повестки дня заседания хотел бы отметить в частности вопрос, касающийся нашей работы по согласованию проекта соглашения о регулировании алкогольного рынка в рамках Евразийского экономического союза. Документ нацелен на устранение препятствий во взаимной торговле алкогольной продукции и формирование условий для недопущения барьеров на алкогольном рынке в рамках Союза. Я надеюсь, что нам удастся в скорейшем будущем достичь окончательного соглашения по этому документу. Еще один вопрос, направленный на создание условий для расширения взаимной торговли в рамках Союза. Это решение, которое предусматривает опубликование совместных прогнозов развития агропромышленного комплекса, баланса спроса и предложений государств-членов Евразийского экономического союза по сельскохозяйственной продукции, продовольству, львову, кормленному селью, каволокну и шерсти на 2016-2020 год. Очевидно, что данная информация поможет нашим сельско-производителям лучше ориентироваться на рынках ЕАЭС и более эффективно планировать свою стратегию. Далее хотел бы выделить вопрос, который предусматривает разработку и утверждение графика работ по формированию общего финансового рынка до 2025 года. Создание общего финансового рынка, несомненно, имеет принципиальное значение для дальнейшего совершенствования нашего интеграционного объединения и углубления экономической связи между государствами ЕАЭС. Я попрошу председателя коллегии более детально остановиться на решении Совета. Но до того, как передать слово Николай Сергеевичу, я бы хотел с удовольствием проинформировать вас, что следующее заседание Евразийского межправительственного Совета состоится 25 октября в Москве. Хотел бы также напомнить, что очередное заседание Высшего Евразийского экономического Совета состоится 1 октября в Ереване. Армения, как председатель, свящая страна, с нетерпением ждет возможности принять руководителей государств Союза. Одновременно в рамках заседания Высшего Евразийского экономического Совета состоится международный форум под названием «Транзитный потенциал Евразийского континента». Будут обсуждены актуальные проведения развития транспортно-логистической сети континента в перспективе разработки новых и реализации существующих масштабных инфраструктурных проектов государств региона, а также вопросы, связанные с развитием цифровых коридоров Евразии. Мы рассчитываем на активное участие государств членов Евразийского экономического союза в этом мероприятии. В завершение хочу поблагодарить Киргизастан за продушный прием и великолепную организацию нашего заседания. Передаю слово председателю коллеги Микронам Сарксиану. Спасибо за внимание. Спасибо, Николай Бувайович. Уважаемые представители средств массовой информации, в принципе, Николай Бувайович остановился на всех концептуальных вопросах нашей повестки и на тех решениях, которые сегодня приняты. Я бы хотел добавить только один вопрос, связанный с формированием нового юридического пространства для наднациональных компаний. Дано поручение коллегии провести соответствующую работу, в том числе и запустить научно-исследовательскую работу с целью определения, исходя из международного опыта, в каких рамках будет действовать это законодательное поле, какие привилегии получат те компании, которые будут осуществлять свою деятельность на территории Евразийского союза, с тем, чтобы сделать более привлекательным налаживание кооперационных связей, а также сделать более привлекательным, чтобы наши компании работали на территории всех стран. И одновременно также, чтобы мы бы нацелили эти компании на увеличение объемов экспорта. И, на наш взгляд, с учетом международного опыта, вот такое регулирование, такие преференции могут действительно стимулировать формирование таких крупных евразийских компаний. А в остальном уже Николай Буваевич подробно рассказал о концептуальных решениях, которые были сегодня приняты. Спасибо.